Сноукайтинг это вид спорта, который представляет собой занятие с буксировочным кайтом на снежной поверхности. А кайт это тот же воздушный змей, только гораздо больше. Залогом хороших соревнований по сноукайтингу является ветер, который благоволил спортсменам 22 февраля. На торжественной церемонии открытия всех участников от лица руководства города поприветствовал Сергей Никишин. Сноукайтеры пополнили большую семью фестиваля «Русская зима». Главный судья соревнований Михаил Пекунов. Это имя хорошо известно тем, кто интересуется парусниками. Он же помогает спортсменам освоить зимние виды спорта. Так что с историей сноукайтингов Канакова знакомы хорошо. Отчет можно начинать, наверное, с 2006 года. Вот тогда мы впервые начали заниматься в детской парусной секции сноукайтингом. Вот с той поры отчет идет. Сейчас уже те люди, которые начинали, те дети, которые начинали заниматься, они вот сейчас уже принимают участие в гонках, уже как взрослые состоявшиеся люди. Ну вот примерно такая история. То есть практически 10 лет уже конаковскому сноукайтингу. На старт в этот день вышли только взрослые сноукайтеры. А конаковские юниоры сейчас на спортивных сборах. Участники соревнований преодолели дистанцию в 20 километров, пройдя вдоль живописных берегов реки Волга, ловко обходя многочисленных любителей зимней рыбалки. На преодоление такой дистанции спортсменам понадобился как минимум один час. После чего в торжественной обстановке наградили победителей призеров отдельно в двух номинациях сноуборд и лыжи. Лучшим сноубордистом стал Алексей Вавилов. На втором месте Илья Аманов. Бронза у Германа Толстого. В номинации лыжи золоту Ивана Батракова, серебро у Семена Кравцова бронзовую медаль получил Вячеслав Югов. У сноукайтинга с каждым годом появляется все больше поклонников. Помочь освоить этот вид спорта в Конаково всегда рады. Только надо помнить, что это не самое дешевое удовольствие. Занятия в секции в нашей бесплатные, а вот экипировка спортсмена, когда человек начинает уже кататься, да, действительно, она дорогая. Это стоит дорого. Но тут уже каждый выбирает, как говорится, по себе, по своим возможностям. Все равно дети приобретают какие-то бэушные купола, бэушное снаряжение. У нас, например, все снаряжение, оно бэушное. Мы его купили либо с рук, либо в магазине, значит, уже секонд-хенд. Ну а те, кто уже бесповоротно связал свою жизнь с экстремальными видами спорта, готовятся к масштабному фестивалю «Московское море», который стартует 16 марта. Над Волгой опять запестрят красочные купола. Субтитры создавал DimaTorzok